Привет! Сегодня у меня две мниси. Снять для вас шопинг лук и выбрать подарок на день рождения моей маме. Со вторым заданием мне поможет Sunlight. Перед посещением магазина я заранее зашла в приложение Sunlight и выбрала украшение. В основном я выбирала из коллекции бриллианты Якутии. В этом предложении очень удобно сортировать и фильтровать как раз изделия по цене, по типу металла. Вот мама любит все-таки желтое золото и розовое. Выбираем его. Очень много различных фильтров по цене, по пробе, по скидке, по типу украшений, показать украшения. И вот как раз таки вы видите, я уже выбрала вот эти сережки посмотреть. Огромный выбор украшений. Колечко. Вот это изящное, кстати, похоже на мое, которое я ношу с удовольствием. Заходим в избранное и здесь уже можно подробнее посмотреть изделия. Мама все-таки склоняется к сережкам. Я у нее интересовалась так хитренько. И что удобно, мы можем по наличию посмотреть, где в ближайшем магазине находятся ваши изделия. Вот в наличии у нас и в амбаре, и в космопорте, и в гудке. Также есть видеодемонстрация изделия. Это очень удобно, сразу можно понять, изделие вам нравится или нет. По видео все-таки более подробно можно увидеть все детали. И, конечно же, помогают в выборе отзывы покупателей. Подробные отзывы с фотографиями. В общем, приложение, как вы видите, помогает в выборе. Вам остается только приехать на место и урвать свое украшение. Привет, я дошла до Зары. Очень много уже весенних коллекций. Так что давайте смотреть. У меня глаза прямо разбежались. Давайте смотреть. Я здесь понабрала. Сейчас расскажу, покажу, что понравилось, что не очень. Так, ну что, первое я померила вот такое, так называемое, платье из твида. Сразу скажу плюсы. На 64% состоит из хлопка, 28 льон и остальное плестер. И эластан вроде как. Отличный состав. Вообще твит, как мы знаем, он из шерсти. Но современные технологии, современные дизайнеры используют различные материалы. В том числе и просто голую синтетику. И называют ее твитом. Такой бело-желтый цвет. Длинные рукава. Широкие плечи. И под винтаж такие контрастные пуговицы. Неплохое платье с разрезом. На мне размер S. Чуть узковато в бедрах. И, как видим, свободно в талии. Поэтому небольшой дискомфорт. А так очень освежает. Смотрится неплохо. И вот за счет того, что немножко мне узковато, и она постоянно то влево, то вправо вмещается. Дискомфорта не должно быть. Вы померили вещь. Эта вещь должна комфортно на вас сидеть. Если какие-то вы чувствуете уже проблемки, дискомфорт, все. Думаем, что такое, из-за чего. И решаем проблему. Или меняем на больший размер, или не покупаем вообще. Платье. Следующее, что я померила. Это такой двуборный пиджак. Цвет небеленного полотна. У него, смотрите, нити тоже как твит. Здесь очень много цветов, оттенков. И хаки бежевый, и икрю, и теплый коричневый, и холодный коричневый. Можно по оттенкам сочетать. Брюки как раз таких оттенков. Брюки мои любимые. Завышены талии. Но опять, если вас не смущает чуть прозрачность этой ткани, цвет хороший такой, тоже икрю, и ботинки. Ботинки из натуральной кожи, классные, актуальные, современные. Прям очень удобные. Платформа такая. И прям такой весь синий лучок. На мне пиджак размер SK. Он чуть-чуть такой оверсайзно выглядит. XS был бы более по фигуре. Ну, не знаю как. Но, в принципе, здесь в бедрах расстояние еще есть. Так что, ну, я взяла побольше размера. Брюки мои любимые. На завышенной талии. Обожаю. Хорошо, что они сделали разные цвета. И как раз такой весь синий. И, кстати, пиджак на 40% состоит из хлопка. Хоть как бы не ругали Зару, все-таки 19-20 год, конец 18-го, они все-таки более на натуральные ткани перешли. Так, а вот я померила с нашумевшими ботинками, которые в конце 19-го, хотел сказать, века года, просто всех взбудоражили в Заре, смели в России. Я свои урвала в Европе. Черные. И сейчас, пожалуйста, в свободном доступе. Прекрасный цвет такой. Эластичная вставка. Очень грубая, объемная подошва. Не всем подходит. От 1,67 м, скорее всего, будет гармонично смотреться. Но, опять-таки, я говорю, носите все, что угодно. Если вы сомневаетесь, нет. Если вам нравится, то да. Другой вопрос, смотрится ли это на вас стильно и органично. Так вот, натуральная кожа, классный цвет. Ботега Венета, по-заровски. Сделано в Испании так-то. И посмотрите, как без труда эти брюки, казалось бы, классические, сочетаются с джинсовкой. Джинсовка обалденного, нежно-сиреневого цвета. Почему-то цвет вообще от слова совсем не передается. Но, поверьте мне на слово, я приложу еще фотографии, что цвет джинсовой куртки просто офигенский. Она оверсайз на мне, размер M. Накладные карманы. И мне она очень нравится. Почему не передается этот божественный, нежно-сиреневый цвет? Привет! Так, показываю эту прелесть, которая мне мала. Она мне размер S. С такими валанчиками. Платье-рубашка. Это хлопок. Что хочу сказать? Она мне мала везде. Почему я ее взяла? Потому что она была одна. Хотелось показать. Потому что интересно смотрится. Очень цвет такой освежающий. В бедрах узко, в плечах узко. Размер S. Ну, и сами понимаете, ну какое-то платье. А так, если побольше размер будет, L-ка, наверное, скорее всего, то уже можно посмотреть, рассмотреть как рубашку. А так, классенькая тоже. Платье-рубашка. Так, следующее. Вот то, что мне не понравилось. Вроде как интересная футболочка. Написано, что блузка. Но что мне не нравится? Тонкий воротник. Если это подобие корсета, то оно должно как-то более структурированно держаться. А тут все как-то болтается. Ну, одним слоем тонкий хлопок. Если бы чуть-чуть поплотнее материал был бы, получше. В этот раз твидовая Zara. Юбка очень интересного, глубокого, зеленого цвета. Ну, плюс здесь, опять-таки, она твидовая вкрапление и коричневого, и бежевого, и черного, и голубого. Так вот, на мне размер S. Опять проблема. Так, в талии. В талии юбка большая, в бедрах вроде как неплохо села. Да. Здесь еще разрез, меди. И пуговицы такие контрастные. Золото с черным. Ну, с этой футболкой нет. И вот эта футболка. Чуть-чуть неудачная. Так, ну что, я померила вот это платьишко. Очень весеннее. Не мой стиль принта, но показать вам. Коротенькое. И вот я представила, я где-нибудь на даче, может быть, в поле, и бегу такая. И побежала. Это очень такая невесомая, как будто бы для дома платье. Цвет классный, освежающий. Но очень короткая. Что мне понравилось, это еще вот такая видовая юбка. Короткая она. На прямые фигуры. Темного, глубокого цвета. И вот такие джинсы. Так называемые морковки. Не всем они подходят. Актуальный цвет. Хороший, нежный. Видовая юбка. Артикул. Так, ну что, отсняла шопинг-влог. Теперь самое приятное, самое интересное. Поеду маме за подарком. Друзья, вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать позитивные комментарии. И да, напишите, пожалуйста, что бы вы хотели еще увидеть на моем канале. Спасибо, что смотрите. Кто не подписался, подписывайтесь. Будет очень интересно, полезно в первую очередь. Спасибо, что вы со мной. Итак, я на месте. И если бы у меня не было намеченного плана в избранном, я бы затерялась на много часов в этом магазине, потому что огромный выбор. Глаза разбегаются. Так что, все-таки нужен шопинг-лист. Как-никак, как всегда, я вас учу. И импровизированный шопинг-лист вы можете сделать в приложении Sunlight, как я вам уже рассказывала, добавив ваше понравившееся изделие в избранное. Кстати, а у вас есть шопинг-лист в Sunlight приложении? Делитесь своими желаниями в комментариях. Ну что, покупка совершена. Я очень рада. Все получилось быстро, как я хотела. Приду домой, покажу, расскажу. Та-дам! Выбор сделан. Ура! И это пуссета с бриллиантами, как раз-таки из моего избранного. Посмотрите, очень милые, нежные сережки с бриллиантами. Это коллекция бриллианты Якутии. Как и хотела. Такой тюльпанчик, который держит бриллиант. Как раз я хотела что-то для мамы такое не слишком громоздкое, в то же время подчеркивающее ее нежность, хрупкость. Хотела и получила. Удобная, кстати, застежка, закручивающаяся. Гарант долгой носки. Милые, в то же время, стильные, повседневные, непомпезные, они ни в коем случае не будут контрастировать и как-то нагромождать ваше ухо. Надеюсь, маме придется по душе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok